Доброго времени суток YouTube! Уважаемые психологические комьюнити, уважаемые видео слушатели моего канала, речь идет об опросах. Вы знаете, что у нас на сайте YouTube, в нашем сайте канале, существует вот такая интересная вкладочка, называется оно «Сообщество». И здесь у нас проходят различные роды интересные дискуссии. Соответственно, можно не только посмотреть наши видео, но и поучаствовать в жизни лаборатории. Здесь у нас идут соцопросы. Мои коллеги формируют какие-то вопросы, я, собственно, формирую опросы. И вот за эти праздничные дни, сегодня у нас на дворе 4.01.2021, соответственно, несколько опросов было проведено. Вы в них многие участвуете, предлагаю и остальным людям, видео слушателям нашего канала присоединиться к ним. Ну, в общем-то, результаты интересные. Соответственно, еще раз повторюсь, ни для кого не секрет, что в социальных науках нормальной выборкой, в среднем, да, так считается, когда там человек что-то пишет, какую-то работу делает, как минимум проверка должна быть на объеме выборки порядка 30-50 человек. У нас бывают большие выборки, бывают меньшие, но меньших не бывает, как правило. Но в среднем это 30-50 человек считается, что в этом случае полученные результаты опросов, социологических каких-то тестов, да, они относительно валидны, то есть достоверны, им можно доверять и делать на них какие-то, на их основании какие-то выводы. Ну, в данном случае, посмотрите, вступили в силу несколько новых законов. В опросе поучаствовало 45 человек, ну, и, соответственно, вот таким образом, как вы видите сейчас на экранах, распределились эти результаты. Кто-то читал эти новые законы, кто-то не читал, не видел их, ну, и, соответственно, 82% не видели, не знают, 18% видели и знают. Ну, это как пример того, о чем я хочу дальше поговорить. Такие вот у нас опросы проходят интересные. Их много, в общем-то, происходит, то есть заходите, просматривайте исторические какие-то, тут очень много участвуют. Вот, в частности, по клятвике Гиппократа опрос был такой, очень интересный, 80%, 20%. А я хотел бы остановиться более подробно на последнем нашем опросе, значит, в частности, о вопросе относительно больных и здоровых людей в процентном соотношении. Значит, далекий 2011 или далекий 2012 год, я еду на конференцию. Конференция происходила в городе Сочи, прекрасный такой, в общем-то, советский, можно сказать, отель. Собираются коллеги, было у нас очень много человек, до сотни, может быть, много человек было. Мы жили в этом профилатуре, и небольшая конференция, буквально она там, даже не недельная, по-моему, была, а трех- или четырехдневная, что-то так. То есть, приехали люди с разных областей нашей необъятной родины, ну и мы, соответственно, днем там заседали, там секции были отдельные, общие какие-то заседания в общем зале. Потом мы распределялись по секциям, там участвовали, там были психологи, психиатры, психотерапевты, психофизиологи, социологи, люди самых разных областей знаний о человеке, так скажем. Ну и, соответственно, конечно, неформальное какое-то общение, днем мы там проходили вот эти, как бы, эту конференцию, получали новые знания. А вечерами, понятное дело, общались. Сочи, тепло, и мы, значит, ходили на пляж, вечером жара спадает в какой-то период времени, буквально 2-3-4 часа, там просто не жарко, хорошо, вечер вечереет, жары уже нет такой испепеляющей. И, соответственно, мы сидели на пляже, разговаривали, имели дискуссии, причем такие необычные дискуссии, не бытовые, так скажем, да, там, вот именно посвященные науке. То есть, и у нас не было этого, там были люди, с которыми я жил, значит, на одном этаже, в этой профилатуре гостиницы. Вот, мы с ними общались, но в основном все-таки знакомились уже в кулуарах вот этой конференции и уже по интересам, кто кому приглянулся, там, да, там, на секциях встречались, общались и продолжали наши диалоги, связанные непосредственно с нашей работой. Все люди творческие, заинтересованные в своей работе, деятельности, все, и в основном люди, конечно, надо признаться, возрастные, конечно, значит, но, тем не менее, их жизнь, их работа, их работа, их жизнь, и мне было очень интересно и комфортно в той установке общаться с этими людьми и общаться, конечно, прежде всего, по поводу каких-то научных данных, каких-то дискуссий ведущихся в нашем сообществе, много людей. Ну, вот у нас как-то буквально на первый же, в первый же день небольшая конференция, еще раз повторюсь, там, три или четыре дня, даже не полная неделя, по-моему, там, может быть, пять дней, ладно, бог с ней. Значит, ладно, пускай будет пять, с понедельника по пятницу, не помню уже, честно говоря, давно это было. Значит, и вот мы, значит, в первый же день познакомились, заинтересовались, понятное дело, друг другом, и разбивались на какие-то группки, какие-то большие, тот там шашлыки, мидии жарил, там, ловил, там, покупал, там, еще что-то. Ну, вот у нас сложилась группа четыре, я тоже не помню, четыре-пять человек, были большие группы, там, по десять-двадцать там ходили, значит, что-то там тоже обсуждали, шумели, выпивали коньячок, водочку, вину и так далее, и вечером все шли на пляж. И у нас тоже сложилась такая группа небольшая, четыре или пять человек, и мы, значит, тоже сидели, обсуждали какие-то вопросы. И вот один из вечеров, ну, это, наверное, громко сказано, то есть, буквально, там, может быть, полчаса, час был посвящен нами обсуждению, у нас было четыре или пять человек, там, сколько-то, да, вот, познакомились люди все возрастные уже, понятное дело, там, профессора, отовсюду, со всей страны, из Москвы, из Томска, я помню, были люди, из Новосибирска были люди, в общем, это всюду. И, соответственно, вот, обсудили вопрос, затронули вопрос, значит, нормы-ненормы, сколько у нас нормальных, сколько ненормальных. И вот здесь вот у меня такой опрос сегодня произошел, давно установлен тот факт, что нормальных относительно здоровых людей 20 или 30 процентов, то есть больных, идиотов, социопатов, не умственно отсталых, я повторюсь, тут речь идет не о нозологиях, как таковых, да, а вот неадаптированных, с плохой адаптацией людей. Их порядка 70 или 80 процентов. Так вот, здесь вот очень либеральный опрос такой, 70, 20, 30 больных, условно здоровых людей, и 70, 80 социопатов, идиотов, ну, вот, по жизни недальновидных, глупых, каких-то упрощенных, быдловатых, каких угодно людей, сюда это все вот смешано, да, так скажем. То есть тут речь идет, мне, еще раз повторюсь, подчеркну, это не о нозологиях, не о лигофренах, не о шизофрениках. Тут вот общее состояние общества обсуждалось в том, в тот вечер, в тот вопрос, когда вот мы вот это затронули, сидя на берегу, значит, моря. И вот, вы знаете, здесь очень либерально, очень либерально все это показано. Смысл в том, что конец этой дискуссии, он завершился следующим, что мы пришли к выводу, что это действительно очень такой, очень такой либеральный подход. Вот, все-таки, идиотов, будем их так называть, в кавычках, грубо говоря, их порядка, может быть, 10, здоровых людей, вернее, порядка 10 процентов. Здесь вот в вопросе 20, 30, 70, 80, вы его видите сейчас на своих экранах. Но, все-таки, абсолютно нормальных нормой, можно сказать, что это очень сильно сказано, может быть, вы меня поймете, порядка 10 процентов, до 10 процентов, так скажем. То есть, это нормальные люди. Все остальные, это люди, к сожалению, с теми или иными, установленными или неустановленными, подчеркну еще раз этот факт, какой-то неадекватностью. В каком-то смысле, в интеллектуальном, психологическом, в области характера, личности и так далее и тому подобные вещи. Еще раз повторюсь, у меня на залоге их идет речь. Вот такая вот картина. И вот этот опрос меня, конечно, удивил в некотором смысле. Но, тем не менее, имеем то, что имеем. Соответственно, если у вас есть желание, уважаемые видеослушатели, присоединяйтесь к этому опросу, к этому и к остальным тоже. И поучаствуйте в определении вашего мнения по отношению к этим явлениям, фактам нашей жизни. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok